Приветствую вас! Попробуем разобрать вашу проблему с МАГО в одной стороне. Значит, проблема заключается ваша в том, что мужчины начинают делать вам неприличные предложения, и вы, обказываясь от них, навлекаете на себя негатив в виде притеснений вас, оскорблений, ну и вообще неуместного и неподаваемого. Как бы нам с вами того не хотелось бы, и как бы вы не говорили о том, что и одеваетесь вы скромно, и, собственно, поводов не даёте, всё равно, как бы, человеческая сексуальность, она открывается не только в откровенности, одежда, она открывается в поведении, в том, как вы себя ведёте, и, может быть, будь вы как раз таки развязанной и откровенно одетой, мужчин вы бы не привлекали. А так, одеваясь строго, сдерживая себя, ну, условно говоря, да, то есть, не одевая такие какие-то развивающие наряды, вы, возможно, именно этим самым и привлекаете к себе ненужное внимание мужчин. Понимаете, если вам не один раз делали такие предложения, и вы, как бы, оказывались во власти этих мужчин, да, то есть, как бы, они имели влияние на вас, то, видите ли, как вам правильно заметил эксперт Лилия, у вас есть внутренняя неуверенность в себе, то есть, ситуация заключается в том, что вы воспринимаете этих мужчин, как имеющихся над вами власть, а в действительности власти никакого у них нет, потому что даже если вы устраиваетесь на работу, то, то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, определенно, условно говоря, трудовым договором, и не более того, и если вы придерживаетесь этого самого трудового договора и тех, ну, прав, обязанностей, которые в этом трудовом договоре прописаны, то проблем, как бы, с сближением нет, потому что ему неоткуда взяться, если мужчина откровенно не озабоченный и не маньяк. Значит, вы пишете о том, что любите слушать об их жизни и рассказывать о своей. Знаете, я понимаю вас, понимаю, что вы любите это делать, но многие мужчины, особенно мужчины одинокие, да и не только одинокие мужчины, подобное проведение воспринимают, как приглашение к более интимным, более близким отношениям. И пусть даже вы ничего такого не имеете, но мужчина уже сам для себя решает, что вы ему подходите в качестве сексуального партнера, вы ему намекаете об этом, когда активно рассказываете о своей жизни, пусть и без подробностей, которые, кстати говоря, не нужны. И это для него уже создает картину мира, что вот он встретил вас, вы активно общаетесь, он готов вступить с вами в отношения и предлагает вам этот самый секс, просто потому что вы привлекательный внешний. В этой ситуации надо бы вам все случаи, когда вам делали такие предложения, знаете как, воссоздать. То есть от и до проследите все развитие ваших отношений с руководителями, учителями, тренерами и так далее. Почему? Потому что если вы выполняете только те действия, совершаете только те поступки, которые являются вашими прямыми правами и обязанностями, то как бы у мужчины нет возможности, у мужчины нет шансов на то, чтобы даже вообразить себе, что с вами может быть что-то большее, да, чем профессиональные отношения. Но когда вы говорите, измените, нет, мне это не нужно, это уже конечная стадия. То есть мужчина уже думает, что вы, ну, готовы. И вопрос заключается в том, почему он так думает. То есть я бы здесь вам порекомендовал бы, вот потому что вам написала эксперт Лидия, она очень хорошо вам ответила, я бы порекомендовал бы вам оглядываться на логику мужчин. А мужчина, мужская логика, она достаточно простая. Если привлекательная женщина активно общается с мужчиной, и этот мужчина либо одинок, либо не очень дорожит своей женщиной, то он это совершенно спокойно может воспринять за предложение свободных отношений. И он так себе это все накрутит, что сам в это поверит. А потом, когда выясняется, что это все не так, то такую женщину называют динамщицей, да, и вообще начинают оскорблять, потому что она для мужчины становится символом ошибки. То есть вам нужно с этими людьми, которые, как вы говорите, глиняют на вас, про это мы еще скажем, общаться исключительно в деловом ключе. То есть, если, например, слушаете об их жизни, потому что они говорят, то не говорите сами о себе. Да, я понимаю, что это не очень приятно. Да, я понимаю, что это, может быть, не то, чего бы вы хотели, но именно в этом контексте, в контексте того, что вы, возможно, вступаете в чересчур тесный контакт с мужчинами, но это нужно исправлять, это нужно корректировать. С начальниками, с теми, кто обладает властью, всегда немножко сложно общаться, потому что эти люди осознают, что от них зависят другие, и могут этим пользоваться совершенно спокойно. И вам важно понять, что единственное, что вы можете в этой ситуации сделать, это не давать им повода вообще никакого. То есть, никакой возможности как-то вас спровоцировать, никакой возможности как-то увидеть в ваших словах хоть какой-нибудь подтекст. Дальше, теперь по поводу того, что вы зависимы от этих людей. Понимаете, в узком смысле этого слова, зависимость от человека, ну, по крайней мере, в том, что вы написали, да, зависимость, такая зависимость. Она, ну, по большому счету, я бы сказал, наверное, мнима за зависимость. Почему? Дело в том, что вот зависимым можно быть от, ну, я не знаю, от своих родителей, от молодого человека. Зависимо можно быть от кого угодно, но там, где нет коммерческих отношений. А там, где коммерция есть, то есть есть четкий договор, где есть условия оплаты, где есть какие-то, значит, договоренности, да. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. Там никакой зависимости нет. Потому что человек сам по себе получает то, что он, ну, как бы, изначально заслуживает. Он получает изначально то, что ему положено. Зависимость проявляется только тогда, когда еще раз, когда отношения вступают в какой-то, ну, более неформальный этап, что вот, то есть когда вы позволяете общаться себе с людьми уже не как, вот, ну, например, если говорить про учителя, про тренера, да, то это, соответственно, тренер-ученик, да, тренер-учитель. То есть, если говорить про работодателя, то это, соответственно, работодатель-сотрудник. То есть, когда вы переходите вот эту вот грань неформальных отношений, вот в этот момент возникает зависимость. Если изначально придерживаться рамок договора, рамок того, за что каждый из вас что-то, ну, что-то делает, да, на что-то имеют там право и так далее, то никакой зависимости нет. Простите, вы не в кабале от людей, я не думаю, что вот вы правы, когда говорите про, ну, про такие вот, такие вот моменты, да, что зависимость и так далее. То есть, непонятно, откуда и как эта зависимость у вами воспринимается. Собственно говоря, дальше, то есть, вот об этом мы сказали. Вы, скорее всего, не совсем правильно понимаете вот эту самую, эту самую связь. Дальше. Ваше положение, о котором вам сказал мой коллега. То есть, положение это то, что вы не в отношениях, не в замужем, и вообще говоря, вы одна. Мне не хочется вас расстраивать, не хочется как-то говорить вам какие-то вещи, которые были бы вам неприятны, а это будет неприятно, знаю. Но, пожалуй, я должен это сделать. Видите ли, момент здесь какой-то, тот факт, что у вас нет машины, тот факт, что у вас нет мужчины, вы ни с кем не встречаетесь, то есть, вы одинокая. То есть, понятно, что вы не одинокая. Одиночество здесь, да и не только здесь, это всегда вынуденное состояние. Понятно, что вы в этом смысле не одиноки. Вы, как бы, хотите этого, вам это сейчас нравится, и, как бы, это ваше право. Но, во-первых, поскольку можно и нужно предположить, что у вас нет реализации сексуальной энергии, то мужчины, скорее всего, это чувствуют. На неком таком интуитивном уровне мужчина может ощущать, что женщина одна и что она, в принципе, ну, не то чтобы готова, не то чтобы обязательно хочет вступить в интимные отношения, но она, как бы, больше предположена к этому. И это мужчину привлекает на уровне физиологии, на уровне, вот, знаете как, феромон, на уровне, если угодно, животных инстинктов. И тогда вопрос к вам. Почему вы без отношений в данный момент? Если бы вы говорили сразу, вот, если бы вы сразу позиционировали бы себя, как женщину, у которой есть молодой человек, который встречается с молодым человеком, да, у которых есть отношения, то не было бы у мужчин вообще никакого даже шанса, чтобы вам делать какие-то непристойные предложения. Но одинокая женщина, вот именно одинокая, в смысле без мужчины, она достаточно, ну, знаете как, достаточно только чувствуется более-менее опытным руководителем. На уровне, вот, там, определенных примеров. И вам стоит подумать, почему вы, ну, вот, без мужчины до сих пор. То есть, может быть, вас что-то удерживает от этого. Вам что-то не дает вступить в отношения с мужчин. Что-то вам мешает или как-то еще. То есть, этот момент, момент, когда вы, по сути, отрицаете то, на что имеет право каждый человек, по сути своей, этот момент является, ну, не то чтобы прямо уж проблемным, но этот момент является как минимум достойным внимания. Потому что вполне вероятно, что вы испытываете потребность в том, чтобы быть любимым и чтобы любить. Вполне возможно, что вы испытываете потребность в интимных отношениях. У вас есть это желание, как у любой абсолютно нормальной здоровой женщины. Но вы это желание в себе подавляете. И если вы его подавляете, то для этого есть причины. Для этого должны быть причины. И с этими причинами надо обязательно разобраться. Потому что вполне возможно, что именно они, эти причины, привлекают к вам мужчин. И таким образом, если немножечко подытожить все то, что я сказал, то вам важно работать над уверенностью в себе, над более правильным, адекватным пониманием того, как образуется зависимость от людей. быть может, вам стоит более или менее ограничить себя в доверительном общении с людьми, которые имеют над вами власть. Потому что вы, по сути, провоцируете этих людей. Вы, как бы, соблазняете этих людей. Потому что тот, у кого есть власть, всегда оказывается перед соблазном, да, значит, там, воспользоваться своими привилегиями. И поскольку человек слад, то он, естественно, идет на поводу этих соблазнов. Тем более, если перед ним, ну, как бы, привлекательная женщина, которая, впрочем, еще и одна. То есть, без мужчины. Ну, вам можно, если угодно, если вы прям очень сильно хотите общаться, да, и вам интересно, если вы не готовы поступаться этим, то вы можете говорить всем, что у вас мужчина есть, что у вас есть парень, изначально сразу позиционировать себя так, чтобы люди, которые хотели бы или могли иметь на вас какие-то виды, сразу отпадали бы и не питали каких-то надежд по отношению к вам. То есть, вот такие, в принципе, можно назвать моменты. Как я уже сказал, для вас принципиально важным является понимание того, вот знаете, по какому сценарию идет развитие отношений с мужчиной. То есть, как у вас это происходит? Как происходит так, что в какой-то момент они, мужчины, делают вам непристойное предложение? Уверен, я об этом говорил, но могу повторить. Уверен, все случаи, которые были, они являются типовыми. Если можно понять, где вы допускаете ошибку, а где вы ведете себя неправильно, то можно будет не допускать случаев ненужного сближения, может быть, улучшить ваше понимание мужчин. В принципе, я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Думаю, что много уже так получилось. Давайте мы приведем итог небольшой и скажем «да». Обратите внимание на то, как вы общаетесь со своими начальниками, со своими более старшими коллегами и так далее. Вполне возможно, что вы не замечаете того, когда они относятся к вам, начинают относиться к вам по-другому. Обратите внимание на позиционирование себя. То есть, почему вы обязательно считаете, что вы зависит. Вас никто не записывал в рабы и нужно вести себя как субъект, как социальный субъект, социальный субъект в данном случае трудовых отношений, которым вы и являетесь, кстати говоря. Это ваша нормальная социальная роль. Ну и, наконец, обратите внимание в направлении своей личной жизни. Стоит подумать, почему у вас ее нет. Стоит подумать, чем обусловлен тот факт, что вы одна, что у вас нет мужчины. И вполне возможно, что подавляя в себе потребность в нем, вы тем самым неосознанно сублимируете ее, то есть вот это вот свое желание, на тех мужчин, с которыми вы находитесь в отношениях трудовых, рабочих. Причем, замечу, что вы можете делать это неосознанно, а значит, вы не отдаете себе отчет в том, что вы именно это делаете. И если у вас были проблемы с мужчинами, ну, например, там, не знаю, опыт неудачных отношений, может быть, что-то еще, то тогда необходимо вот это разобрать с вами, чтобы не было таких у вас проблем. Ну что ж, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что вам я помог. Я постарался максимально расписать вашу проблему, я постарался максимально полно ее описать, и надеюсь, что вы извлечете выводы из того, что я вам сказал. Потому что, вообще-то говоря, вам вы можете совершенно спокойно, своими силами эту проблему решить. То есть, вам даже не нужно будет с психологом там консультироваться и прочее. Все это достаточно, ну, возможно, это возможно сделать своими собственными силами. Главное, чтобы у вас было для этого желание, чтобы вы вот в этих направлениях подумали сами для себя и что-то решили. На этом, я думаю, можно закончить. Итак, уже, в принципе, очень много всего я здесь сказал. Я надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы какие-то у вас остались, буду рад помочь. пишите в личку. Если мой ответ вам понравился, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Единственное. Поехали.